Джон Кракауэр Посвящается Линде, а также памяти Энди Харриса, Дага Хансена, Роба Хола, Ясуко Намба, Скотта Фишера, Шерпа Нгаванга Топча, Чей Юнана, Брюса Хэрада, Шерпа Лобсанга Джанбу. Люди играют в трагедию, потому что не верят в реальность трагедии, которая на самом деле идет на всех сценах цивилизованного мира. Хосе Артега и Гассет Предисловие В марте 1996 года редакция журнала «Аутсайд» направила меня в Непал, чтобы я принял участие в восхождении на вершину Эвереста, и написал об этом статью. Эту коммерческую экспедицию, в которую входили 8 клиентов, возглавлял известный проводник из Новой Зеландии по имени Роб Холл. 10 мая я стоял на вершине Эвереста, и в тот же день случилась страшная трагедия. Из пяти моих товарищей по экспедиции, которые достигли вершины, четверо, включая Хола, погибли во время бури. Непогода обрушилась на нас, когда мы еще были на вершине. К тому времени, как я спустился в базовый лагерь, 9 участников из 4 экспедиций были мертвы. А к концу месяца на горе погибли еще трое альпинистов. Произошедшие события потрясли меня, и статью написать было непросто. Несмотря на это, через пять недель после возвращения из Непала, я направил текст в «Аутсайд», и статья появилась в сентябрьском номере журнала. После этого я попытался выбросить из головы все мысли об Эвересте, но это оказалось невозможно. Мне не удавалось избавиться от воспоминаний и мысли о трагедии, и я продолжал размышлять о причинах, приведших к смерти альпинистов. Последовательность печальных событий в воспоминаниях выживших была местами запутанной и противоречивой, из-за их физического истощения, кислородного голодания и шокового состояния. Во время работы над статьей я попросил троих альпинистов описать то, чему они вместе со мной были свидетелями на вершине горы, и оказалось, что мы не в состоянии прийти к согласию по поводу последовательности и времени, и даже по поводу того, кто именно присутствовал при тех или иных событиях. Через несколько дней после выхода журнала «Аутсайд» с моей статьей я понял, что неправильно описал некоторые второстепенные детали трагедии. Главным образом это были довольно мелкие неточности, возникшие из-за жестких сроков сдачи текста. Однако одна из допущенных мной ошибок оказалась далеко не неточностью и стала страшным ударом для друзей и родственников одного из погибших альпинистов. Кроме допущенных мной фактологических неточностей, мне пришлось сознательно убирать некоторые детали повествования из-за ограничения по объему статьи. Редактор журнала Марк Брайант и издатель Ларри Бург отвели для моего материала 17 тысяч слов, что в 4 или 5 раз больше объема обычной журнальной статьи. Но трагедия на Эвересте потрясла меня до глубины души, и я считал, что даже такого объема недостаточно для того, чтобы подробно и достоверно изложить череду страшных событий. Я хотел рассказать эту историю максимально полно, и в результате появилась эта книга. Исследование любой высокогорной трагедии осложняется тем, что на больших высотах мозг человека является крайне ненадежным рабочим инструментом. Я старался не полагаться исключительно на свое собственное восприятие и воспоминания, и поэтому несколько раз встречался с большинством участников этих событий и проводил с ними пространное интервью. Я сверял и перепроверял информацию по записям радиопереговоров, которые велись в базовом лагере. Благодаря тому, что лагерь был расположен ниже вершины, сознание людей там не было таким замутненным, как у альпинистов в непосредственной близости от вершины Эвереста. Читателям книги, знакомым с моей статьей в журнале «Аутсайд», бросятся в глаза некоторые расхождения в деталях произошедшего, главным образом во времени описываемых событий. Это результат более тщательной обработки и сверки материала во время работы над книгой. Некоторые из очень уважаемых мной авторов и редакторов настоятельно советовали не торопиться с написанием книги, а подождать два или три года, чтобы более непредвзято оценить то, что произошло в тот день, на горе и разобраться с воспоминаниями, которые не давали мне покоя. Признаюсь, я надеялся, что написание этой книги поможет мне раз и навсегда примириться с произошедшим на Эвересте и избавиться от навязчивых воспоминаний. Но этого, конечно, не случилось. Я первым готов признать, что автор, пишущий, чтобы достичь катарсиса, оказывает читателю плохую услугу. Однако я надеялся, что написание книги по горячим следам передаст всю горечь трагических событий. Я сознательно стремился, чтобы в моем рассказе была грубая и жестокая правда, не сглаженная временем, все еще наполненная болью от событий, которые так свежи в памяти. Некоторые из тех, кто предостерегал меня от поспешного написания книги, в свое время отговаривали меня и от участия в той экспедиции. Существует масса убедительных и логически понятных причин, по которым вообще не стоит приближаться к вершине Эвереста. Такое восхождение является крайне иррациональным поступком и победой мечты над здравым смыслом. Любой человек, который всерьез решил покорить эту вершину, по определению не подвластен доводам разума. Я все это прекрасно понимал, но тем не менее отправился на Эверест и поэтому оказался причастен к смерти хороших людей, что на долгие годы останется на моей совести. Джон Крокауэр, Сиэтл, ноябрь 1996 года Основные участники драматических событий на горе Эверест весной 1996 года Коммерческая экспедиция «Консультанты по приключениям», сопровождаемая проводниками Роб Холл, Новая Зеландия, руководитель и старший проводник Майкл Грум, Австралия, проводник Энди Гарольд Харрис, Новая Зеландия, проводник Хелен Уилтон, Новая Зеландия, менеджер базового лагеря Каролина Маккенди, Новая Зеландия, врач базового лагеря Анг Черинг, Шерп, Непал, сердар базового лагеря Анг Доджа, Шерп, Непал, сердар, шерпов-альпинистов Лхаб Качхири – шерп Непал альпинист. Ками – шерп Непал альпинист. Тенсинг – шерп Непал альпинист. Арита – шерпа Непал альпинист. Нгаванг Норбу – шерп Непал альпинист. Чулдум – шерп Непал альпинист. Чхонгба – шерп Непал повар базового лагеря. Пэмба – шерпа Непал подручный в базовом лагере. Тенди – шерпа Непал помощник повара. Даг Хансон, США, платный участник. Доктор Сибурн Бэк Уэтерс, США, платный участник. Ясуко Намба, Япония, платная участница. Доктор Стюарт Хатчинсон, Канада, платный участник. Фрэнк Фишбек, Гонконг, платный участник. Лука Сишке, США, платный участник. Доктор Джон Таек, Австралия, платный участник. Джон Кракауэр, США, платный участник и журналист. Сьюзен Аллен, Австралия, альпинист-любитель Нэнти Хатчинсон, Канада, альпинист-любитель Коммерческая экспедиция «Горное безумие», сопровождаемая проводниками Скотт Фишер, США, руководитель и старший проводник Анатолий Букреев, Россия, проводник Нил Бейдалман, США, проводник Доктор Ингрид Хант, США, менеджер базового лагеря, врач экспедиции Лобсанг Джангбу, шерп-непал, сердар шерпов-альпинистов Нгима Кали, шерп-непал, сердар базового лагеря Нгаванг Топче, шерп-непал, альпинист Таши Черинг, шерп-непал, альпинист Нгаванг Дорджа, шерп-непал, альпинист Нгаванг Сая Кая, шерп-непал, альпинист Нгаванг Тенди, шерп-непал, альпинист Большой Пэмба, Шерп Непал, альпинист. Джета, Шерп Непал в подручной в базовом лагере. Пэмба, Шерп Непал, помощник повара в базовом лагере. Сэнди Хилл Питтман, США оплатный участник и журналист. Шарлотта Фокс, США оплатный участник. Тим Мэтсон, США оплатный участник. Пит Шонинг, США оплатный участник. Клифф Шонинг, США оплатный участник. Линн Гамильгард, Дания – платный участник. Мартин Адама – США – платный участник. Доктор Дэйл Круз – США – платный участник. Джен Бромет – журналист. Автор демонстрирует изображение вида верхней части склона Эвереста с вершины Лходзе. Визитная карточка Эвереста – снежное облако-флаг у верхушки юго-восточного гребня вдоль стандартного маршрута восхождения на вершину. Глава первая. На вершине Эвереста. 10 мая 1996 года. 8848 метров. Кажется, будто пики этих великих вершин окружены границей, которую не может переступить ни один человек. Но все дело в том, что на высоте 7600 метров и выше пониженное атмосферное давление так сильно влияет на человеческий организм, что по-настоящему сложный альпинизм становится невозможным. А последствия даже слабой бури могут оказаться трагическими. И только идеальная погода и хорошее состояние снежного покрова дают хоть какой-то шанс на успех. Но на последнем участке экспедиция не может дожидаться удобного момента для восхождения. Нет, совсем неудивительно, что Эверест не сдался после первых попыток штурма. Наоборот, было бы странно и даже грустно, если бы он позволил себя покорить с лета. Ибо это не в характере великих гор. Наверное, мы стали излишне самонадеянными в наш век технического прогресса, вооружившись отличными кошками и каучуковыми подошвами. Мы забыли, что эта гора по-прежнему диктует свои условия и дарует успех, только когда сама того пожелает. Именно поэтому альпинизм по сей день сохраняет свою непостижимую притягательность. Эрик Шиптон «На той горе» 1938 год Стоя на вершине мира одной ногой в Китае, а другой в Непале, я соскреб лед с кислородной маски, повернулся боком к ветру и рассеянно уставился на необъятные просторы Тибета. На каком-то неясном, смутном уровне я понимал, что шире земли, простирающаяся у меня под ногами, являет собой поистине захватывающее зрелище. Многие месяцы я огрезил об этом Ниге и предвкушал бурю чувств, которая должна ему сопутствовать. Но теперь, когда я наконец оказался на вершине Эвереста, у меня совсем не было сил для эмоций. Это произошло днем 10 мая 1996 года. Я не спал уже 57 часов. Все, что мне удалось засунуть себе в рот за последние три дня, сводилось к упаковке лапши быстрого приготовления и горсти арахисовых МНДМС. До этого несколько недель меня мучил сильнейший кашель, и теперь у меня так сильно болели ребра, что было сложно дышать. На высоте 8848 метров в воздухе содержалось так мало кислорода, что мои умственные способности деградировали до уровня интеллекта маленького и несообразительного ребенка. В те минуты я не был в состоянии чувствовать ничего, кроме холода и усталости. Я достиг вершины Эвереста через несколько минут после того, как на нее поднялся русский проводник Анатолий Букреев, работавший с американской коммерческой экспедицией. И незадолго до того, как на вершину Эвереста взошел Энди Харрис, проводник из Новой Зеландии, работавший с экспедицией, в состав которой входил я сам. С Букреевым я был едва знаком, но за предыдущие шесть недель успел хорошо узнать Харриса. Я быстро сделал четыре снимка Харриса и Букреева, принимавших эффектные позы покорителей вершины, развернулся и стал спускаться вниз. Мои часы показывали 13.17. В общей сложности я провел на крыше мира менее пяти минут. Через пару минут я остановился и сфотографировал юго-восточный хребет, по которому мы поднимались. Наводя объектив на двух карабкающихся вверх альпинистов, я заметил то, на что раньше не обращал внимания. На юге, где всего час назад небо было совершенно чистым, облака затянули по море Амадаблам и другие более низкие вершины, окружавшие Эверест. Потом, когда уже будут найдены тела шести погибших в тот день, а поиски двух пропавших альпинистов прекращены, когда врачи ампутируют пораженную гангреной правую руку Бека Уэтерса, моего товарища по команде, многие начнут задавать вопрос «почему?». Почему альпинисты не обратили внимание, что погодные условия явно ухудшаются? Почему опытные и знакомые с этими горами проводники не остановили восхождение относительно малоопытных альпинистов-любителей, которые заплатили им по 65 тысяч долларов за человека, чтобы им помогли безопасно подняться на вершину Эвереста? Почему проводники продолжали вести людей вверх, увлекая их в смертельную ловушку? Руководители двух экспедиций не могут ответить на эти вопросы, потому что они мертвы. Со своей стороны, я могу сказать, что ничего из того, что я увидел сразу после полудня 10 мая, не предвещало наступление сильнейшего урагана. Моему истощенному кислородным голоданием мозгу облака, появившиеся над большой ледовой долиной, долиной молчания, казались редкими, невесомыми и вполне безобидными. Они плыли, светясь в лучах полуденного солнца и по виду ничем не отличались от невинной дымки конвективного конденсата, которая после полудня почти каждый день поднимается над долиной. В начале спуска меня охватило сильное беспокойство, но оно не было связано с погодными условиями. Индикатор на моем кислородном баллоне показывал, что он почти пуст. Надо было срочно спускаться вниз. Верхняя оконечность юго-восточного гребня Эвереста похожа на тонкий, состоящий из острых глыб плавник из камней, нанесенного ветром снега. Она тянется примерно полкилометра между вершиной Эвереста и расположенным чуть ниже пиком под названием Южная вершина. Переход по зубчатому гребню не представляет особых технических трудностей, но маршрут этот крайне опасен. Альпиниста на открытом пространстве может сдуть сильный ветер, который здесь часто бывает. Спустившись с вершины, я в течение 15 минут с предельной осторожностью аккуратно пробирался над пропастью глубиной в 2200 метров, пока не достиг знаменитой ступени Хиллари. Она представляет собой крутой, почти вертикальный склон на гребне, и для перехода по ней необходима хорошая альпинистская подготовка. Как только я пристегнулся к закрепленной там страховочной веревке и приготовился спуститься вниз ступени, мне открылось пугающее зрелище. Десятью метрами ниже у основания ступени Хиллари около двух десятков человек стояли в очереди на подъем. Три альпиниста уже поднимались держать за веревку, по которой собирался спускаться и я. Мне пришлось отстегнуть карабин от веревки и отойти в сторону. Столпотворение на подъеме создавали альпинисты из трех экспедиций, команды, к которой принадлежал я. Это была группа платных участников, возглавляемая известным новозеландским проводником Робом Холлом, команды американского проводника Скотта Фишера и некоммерческой экспедиции с Тайваня. Двигаясь со скоростью улитки, что на высоте свыше восьми тысяч метров является нормой, альпинисты один за другим одолевали ступень Хиллари, в то время как я с нетерпением ожидал своей очереди. Вскоре меня нагнал Харрис, покинувший вершину следом за мной. Желая сохранить остатки кислорода в баллоне, я попросил его залезть в мой рюкзак и перекрыть клапан на регуляторе, что он и сделал. На протяжении последующих десяти минут я чувствовал себя на удивление прекрасно. Голова прояснилась, я даже ощутил себя менее усталым, чем до отключения кислорода. Но потом мне вдруг показалось, что я задыхаюсь. В глазах потемнело, голова закружилась, я был на грани обморока. Оказалось, вместо того, чтобы отключить мой кислородный аппарат, Харрис в заторможенном кислородном голоданием состоянии, ошибся и открыл клапан на полную мощность. И мой баллон моментально опустел. Я просто израсходовал остатки своего кислородного запаса. Правда, был еще один баллон, ожидавший меня на южной вершине, семью-десятью метрами ниже, но чтобы туда попасть, я должен был спуститься по самому опасному открытому участку маршрута без кислородной поддержки. В любом случае, для начала надо было дождаться, пока рассосется толпа. Я сдвинул теперь уже бесполезную маску в сторону, воткнул ледоруб в промерзшую гору и присел на корточки. Пока я обменивался стандартными поздравлениями с проходящими мимо альпинистами, внутри меня все кипело. Да скорее же, скорее мысленно подгонял я их. Пока вы тут тормозите, я теряю клетки мозга миллионами. Большинство восходящих альпинистов принадлежало группе Фишера, но почти в самом конце очереди появилось двое людей из моей экспедиции. Роб Холл и Ясуко Намба. Сдержанной и замкнутой 47-летней Намбе оставалось каких-то 40 минут до того, чтобы стать самой старшей среди женщин, поднявшихся на Эверест. И второй японкой, покоривший высочайшие пики на всех континентах, так называемые семь вершин. Намба весила всего 46 килограммов, но в ее тщедушном теле воробышка гнездилась невероятная решимость. С невероятным упорством она поднималась к вершине, движимая непоколебимым стремлением покорить Эверест. Чуть позднее на верхушку ступени Хиллари взобрался Даг Хансен, еще один член нашей экспедиции. Даг был почтовым служащим из пригорода Сиэтла и моим другом на этой горе. «Дело сделано!» – прокричал я ему сквозь ветер, стараясь выглядеть бодрее, чем чувствовал себя на самом деле. Измученный Даг пробормотал из-под своей кислородной маски что-то невнятное, слабо пожал мне руку и, медленно и тяжело ступая, продолжил восхождение к вершине. Замыкающим шел Скотт Фишер, которого я немного знал по Сиэтлу, где мы оба жили. Сила и неистощимая энергия Фишера стали легендой. В 1994 году он поднялся на Эверест, не пользуясь кислородными баллонами. Поэтому я был удивлен, увидев, как медленно он шел и каким измученным выглядело его лицо, когда он сдвинул маску, чтобы меня поприветствовать. «Брюс!» – с наигранной веселости воскликнул он. Фишер часто приветствовал людей этим именем, независимо от того, как их звали на самом деле. Когда я спросил, как у него дела, Фишер заверил, что чувствует себя прекрасно. «Только сегодня почему-то немного тяжело идти, а так все замечательно». Наконец ступень Хиллари освободилась, я пристегнул карабин к страховочной веревке, обошел Фишера, который пытался перевести дух, опершись на ледоруб, и перемахнул через край. Было уже начало четвертого, когда я добрался до южной вершины. Клубы облаков накрыли верхушку уход за 8511 метров и начали подползать к пирамиде Эвереста. Погода уже не казалась такой солнечной и безобидной, как раньше. Я схватил полный кислородный баллон, засунул его в рюкзак, присоединил к трубке маски и поспешил вниз в сгущающиеся облака. Через минуту после того, как я сошел с южной вершины, посыпал мелкий снег, и видимость стала нулевой. На 122 вертикальных метра выше меня вершина все еще была освещена яркими лучами солнца, а небо было безукоризненно голубым. На вершине горы мои товарищи развлекали себя разными пустяками, запечатлевали свое прибытие на высшую точку планеты, размахивали флагами, попусту расходуя драгоценные секунды. Никто из них не подозревал, что впереди ждет суровое испытание. Никто не предполагал, что к концу этого долгого дня каждая драгоценная минута может стать решающей. Выживут они или умрут. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ